итак всем привет вы на канале буран гараж 35 сегодня у нас опрессовка двухтактных двигателей на примере покажем бурановского двигателя точно также делается по этому же принципу делается что тайговский двигатель что все иномарки мотоциклы не мотоциклы скутера принцип один и тот же для всех двухтактных двигателей суть опрессовки двигателя заключаться в следующем нам нужно закрыть все отверстия то есть получается у мотора есть впускной коллектор до выхлопной коллектор ну и все больше отверстий должен не должно быть остальное отверстие у нас получается два свечных колодца они заглушены также свечами сальники которые не должны у нас пропускать и отверстия у нас бензонасоса на других двигателях это может быть какие-то еще дополнительные технологические отверстия соответственно карбюратор мы сейчас демонтируем выхлопной патрубок тоже демонтируем и для удобства я сниму вариатор и сразу же сниму ручной стартер маховики зажигания потому что этот мотор пришел мне в ремонт я буду полностью разбирать опрессовывать я бы так и не стал его но ради того чтобы вам показать принцип действия как это все устроено и как это сделать правильно быстро и чтобы не мучиться я покажу на примере этого мотора даже если он полностью герметичен мы с вами возьмем варварским метром сверлом просверлим сальник насквозь и покажем как как будет себя вести мотор который пропускает через сальники разбираем мотор полностью подготавливаем чтобы было нам удобно с ним работать и будем показывать мы все подготовили разобрали мотор так как я сказал его буду перебирать то я его разобрал полностью мне так удобнее будет то есть снял карбюратор снял стойка ухлаждения снял выхлопной коллектор полностью ну и вариатор соответственно не получится показать сальниками что они пропускают потому что здесь стоят обоймы обоймы соответственно я сверлить не буду так вам же к примеру выхлопной коллектор можно не снимать но суть почему я его снимаю и когда делаю опрессовку даже на той технике которая приходит на ремонт приходится его постоянно откручивать потому что пропускают прокладки это часто болезнь на буранах и они пропускают это это раз и во вторых герметичность вот этих фланцев и самих патрубов скорее всего что тут где-то маленькая дырка и воздух будет травить а вы сразу не поймете что это отсюда травить все равно все разберете один вот это место можно закрыть самый простой метод это у нас пыльник от шруза от любой машины то есть пыльничек он сюда оденется хомутик и сюда вставили какую-нибудь заглушку так с этим разобрались то есть выхлопной коллектор желательно снимать у меня сделаны заглушки от выхлопного коллектора отрезаны эти же фланцы заглушены заварена и прокладкой и вырезаны из камеры то есть это выхлоп на гуш со стороны впуска у нас может быть несколько вариантов это карбюратор микуни или карбюратор к 65g и то же самое по бензонасоса может быть установлен штатный насос то есть он будет прикручен или же будет установлен тайговский насос и от него или будет вот такой переходничок это уже кто-то делал самодельный соответственно на новых картерах на свежих там уже сделан штуцер в картер вставлен так если по карбюратору микуни то у нас соответственно резиновая муфта и нужно просто заглушка она вставляется сюда и затягиваться хомут здесь становится герметично для карбюратора к 65 серии или к 68 серии сделанной из штатной соединительной муфты и врезан штуцер штуцер нужен для того чтобы подключить тонометр это обычный тонометр которым меряют давление то же самое это номер подключается к если стоит карбюратор микуни то мы соответственно это отверстие заглушили и через штуцер бензонасоса мы будем подавать давление в двигатель вместо свечи мы вкручиваем переходник чтобы нам обычный переходничок с ниппелем то есть чтобы нам подавать давление в мотор и чтобы она не стравливо давлением мотора можно подавать обычным ножным насосом ручным насосом компрессором только это нужно делать аккуратно и давление в мотор нужно подавать не больше одной атмосферы если Если больше одной атмосферы, можно просто-напросто выскочить сальники, если они штатные стоят. Обоимы не вылетят, а штатные сальники могут просто, как пробки, выскочить в разные стороны. Полностью мотор подготовили к опрессовке, то есть заглушили впускное отверстие. Заглушили два выхлопных отверстия заглушками. Вместо свечи крутили переходник с заводником, чтобы накачать мотор давлением. И к штуцеру для бензонасоса подключили тонометр. Чтобы контролировать, во-первых, давление и смотреть, падает ли оно или нет. Места, где может воздух выходить. Это у нас стыки половины картера, стыки всех частей впускного коллектора. Может выходить под свечами, если свечи плохие. Может выходить под прокладками головки, под прокладками цилиндров. Ну и, соответственно, под сальниками. Подсос воздуха, то есть объединение смеси идет только стык картера, стык впускного коллектора и сальники. И стык цилиндров нижний. Это подсос воздуха, то есть объединение смеси. Если же у вас просто многие думают, что если пробило прокладки головки, то будет подсос воздуха. Парни, это не так. Подсоса воздуха не будет, потому что в камере сгорания, то есть где находится прокладка головки, у нас постоянно давление. То есть когда поршень идет вверх, у нас давление. И когда у нас происходит вспышка, у нас там тоже давление, когда газы расширяются. То есть прокладка под головкой, она может только пропускать. А всасывать через нее ни в каком случае не будет. И вы, соответственно, если пропускает прокладка под головкой, вы сразу это услышите. Будут, соответственно, характерные щелчки. То есть мотор будет работать с щелчками. И будет сопливить из под головки. Так, на этом разобрались. Чтобы контролировать, да, сейчас мы качнем давление. Если вы услышите, что где-то стравливают воздух, то можно прислушаться, а можно просто-напросто взять кисточку с наведенной мыльной водой, ну как бы много разбавленного моющего средства, без разницы чего, мыло, моющего средства, чтобы главное было пена и пузыри. То есть, где стравливают воздух, там надувается пузырь. Или можно просто тоже такой же состав навести, да, сильно мыльный. И через обычный распылитель опрыскивать мотор. И тоже, соответственно, покажет, где у нас выходит воздух. Суть опрессовки, она простая. Закачиваем мотор давление. Я буду делать это компрессором, поэтому у меня, я показывал оправку. У меня сделана такая. Если вы будете закачивать насосом, соответственно, у вас немножко оправочка. Будет другая. Ну, я думаю, вы, парни, не гупая, догадаетесь, как это сделать себе такую оправку. И как сделать другие оправки. Но, в принципе, суть я показал, как они должны выглядеть. Закачиваем давление. Тонометр нам, по тонометру, это будет где-то примерно 260-280. Тут миллиметр ртутного столба. Это гораздо меньше, чем 1 атмосфера, где-то примерно 0,5 атмосферы. Закачиваем и смотрим. Если мотор давление стравливает моментально, это, соответственно, понятно, что где-то у нас стравливает. Но надо будет найти эту причину. То есть, откуда травить. Если же закачиваем давление до 280-260, и у нас потихонечку, но в течение полутора минут падает давление примерно до 200-180, этот мотор считается еще в допусках. Он как бы герметичный, но не очень. Скажем так. Нормальный герметичный мотор. Вы должны давление закачать, и он хоть в сутки простоит, он будет с этим же самым давлением, если он нигде не травит. То есть, он герметичен. Закачаем. Посмотрим. Накачиваем потихонечку. Если компрессором, парни, вы делаете, делайте это просто потихонечку. Так, закачнули. Видно и слышно сразу. Слышно, что где-то мотор травит. Сейчас микрофон даже поближе поднесу. Слышно, что где-то спускает воздух. Давление падает очень быстро. Тут в течение 30 секунд давление упадет уже там, я думаю, что до 180, это точно. Это мотор не герметичный. Слышно даже, что он травит. Закачиваем снова. И начинаем с сальников. То есть, берем мыльную воду. Начинаем мылить. Так, эта обойма у нас держит. Этот сальник держит. Контролируем, чтобы у нас давление было. Эта обойма у нас тоже держит. Сразу же проконтролируем. Не, не будем. Наши заглушки, они у нас держат 100%. Это я уверен. По свече можно промазать. Посмотреть, свеча травить или нет. Как бы не слышно. То есть, оно слышно где-то травить. Но, парни, поверьте мне на слово, когда вы будете делать эту операцию, вы поймете, о чем я говорю. То есть, слышно, что с мотора шипит воздух. А вот на звук определить, откуда он шипит, это, блин, нереально. Как бы и нужна для этого мыльная вода. То есть, штуцерок наш проверили. То же самое. Ничего не травит. Хотя вкусной коллектор. Будем мазать. Офигенный пример. Вот она. Вот она наша дырка. Мы даже там не мазали. Мазали здесь, но видно, мыльная вода туда стекла. И показала. Вот наш. Вот оно. Вот так нагляднее будет. Видите, да? Что воздух у нас выходит со стыков с половинок вкусного коллектора. То есть, вот. Видно, что пузыри надуваются. Офигенный пример. Даже не пришлось ничего делать. То есть, мотор и так получился негерметичный. Вот это, парни, будет на самый настоящий подсос воздуха и объединение смеси. То есть, на впуске. Это самая максимальная, будет бедная смесь. И будет она бедная на обоих цилиндрах. И вы будете, то есть, не будет так сильно заметно это по нагару свечей. То есть, ни одна свечка не будет белая. Они обе будут одинаково нагара. Но у вас будет мотор беднить. Такой мотор можно сжечь или оба цилиндра, или правый, или левый. Скорее всего, левый сгорит. Но факт в том, что мотор не герметичный. Видно, хороший пример. После того, как вы сделали опрессовку, нашли причину. Если мотор не надо будет разбирать, да, и вы не собираетесь его разбирать. Обязательно, если мазали мыльной водой у сальников, обязательно продлуйте сжатым воздухом. Или хорошо просушите мотор. Потому что это все может скородировать. То есть, появится налет ржавчины. Этого не надо. Офигенный мотор попался. Думал, что он герметичнее, конечно. Хотел сам специально, как бы, что-то сделать. Но я думал, что я буду немножко откручу свечу. И показывать буду вам, как падает давление. Чтобы был пример. Но тут, видите, как по факту получилось, что он не сам попался как надо. То есть, с подсосом воздуха. Процедура у нас несложная. И если вы почувствовали, что что-то у вас не так работает, цилиндр. Или мотор как бы подтраивает, да. Ну, тут двоид, одни рид получают. Ну, правильно оно называется подтраивание. Хоть там сколько цилиндров. То есть, он все равно будет подтраивать. То есть, один цилиндр показывает вам по свече, что у вас нагар белесый. Что ему не хватает топлива. Это первый признак подсоса воздуха. Подсос может быть, повторюсь, по сальникам. По стыку картера, по впускному коллектору, как здесь. И по стыку цилиндров с картером. По выхлопным патрубкам и по прокладкам головок подсоса не будет. То есть, там будет только стравливание давления. И это вы очень хорошо услышите. То есть, будут характерные щелчки. Как я и сказал, процедура не слишком сложная. Занимает минимум времени. Но не надо будет мучиться. Что-то там думать, искать. Просто сделали опрессовку. Мотор захандрил. Сделали опрессовку. Все. Вы сразу убедились, что у вас герметичный мотор или не герметичный мотор. Нашли причину. Восстановили. Все. Катайтесь дальше. На этом, парни, у нас все. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Она называется точно так же, как канал на YouTube. Вуран Гараж 35. Вступайте, общайтесь. Делитесь с друзьями этим видео. Оценивайте. Все, парни. Катайтесь, не ломайтесь. Всем пока.